МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас найдем вам документы. Пожалуйста. Рабочий день Натальи Дмитриевой начинается в 6 часов утра на центральной проходной с медицинского осмотра. Дело в том, что она работает в профессии, необычной для женщин. Крупкой девушке подчиняется огромная железная машина. Наталья – водитель трамвая. Ну, поначалу моя трудовая деятельность началась с билетного тассира, потом я работала кондуктором. История появилась, ну, появился набор на водителей трамвая. И, конечно, я очень люблю автотранспорт, но трамвай-то круче, и весит он намного больше – 19 тонн. И поэтому я даже без раздумий пошла на водителя трамвая обучаться. Когда я пришла домой и сказала о том, что я хочу быть водителем трамвая, я решила это, потому что у меня будет большая-большая машина такая вот. Муж в шоке был, конечно. Дети говорили, мама, а сможешь ли ты водить такой большой трамвай? Ну, я очень хотела, конечно, очень хотела, и поэтому меня это не останавливало. И дети были маленькие на тот момент, и муж, конечно, сидел, потому что мы на учебу ходили после работы. Мы работали весь день вечером на учебу. Домой приходили почти что в 10 часов вечера. После медицинского осмотра девушка идет в экипировочный пункт. Так называется место, где водителям выдают все необходимое для работы в рейсе. Аптечку, предохранители, телефон и перчатки. Каждый день водителю достается новая машина. У каждого трамвая есть свой номер. Сегодня счастливое число Натальи – 59. Наталья, расскажите нам, что происходит до того момента, пока трамвай не сдвинется с места. Ну, заходя в вагон, в салон, в помещение пассажирской, мы должны проверить поручни у сидений, в целостность сидений. Такие поручни проверить, целостность стекла, чтобы они были не разбиты. Резиновое покрытие, чтобы люки не торчали выше 0,8 мм. Также частота в салоне, плафоны. То есть вас можно сравнить, получается, с бортпроводником в самолете перед рейсом? Да, как-то так. Ну и когда подходим к кабине, там, с чего начинается движение? В первую очередь проверить, заторможен ли вагон, дарят ли лампочки соленоидов, в том, что вагон твердо стоит на месте. И также выключены ли все аппараты. Что можем пройти? Да. Вопреки тому, что работа кажется, на первый взгляд, легкой, девушка ежедневно встречается с трудностями. Например, перевести стрелки в непогоду или устранить неисправность машине. Потому что водитель должен уметь здесь все. И на этой работе он должен быть готов ко всему. Это, во-первых, если, допустим, появляется во время движения какая-то неисправность, водитель должен ее в считанные минуты устранить. Если он не может ее устранить, то произвести сцепку и буксировку вагона, и отбуксировать вагон до ремонтного пути. Ну, стрелки, да, это приходится прикладывать усилия, но то, что есть техника безопасности, как правильно переводить эти стрелки, это нам облегчает. И мне кажется, когда работу любишь, тяжелая работа не может казаться. Потому что ты идешь с радостью на эту работу, и ты выполняешь все то, что кажется тяжелым, все с легкостью. Такая профессия подарила нашей героине очень много важных качеств. В первую очередь, пунктуальность. В семье Натальи, как и на работе, уже много лет все по расписанию. И, конечно же, хотелось поздравить наших женщин, девушек, девочек с 8 марта, с этим весенним праздником. И можно им пожелать, конечно, чтобы они были восхитительными, обаятельными, привлекательными, море любви им. Конечно же, уважение от коллег и во всем процветание. И, конечно же, любимые работы, чтобы не боялись трудностей. Несмотря на то, что профессия требует много сил и выдержки, наши героини остаются женщиной и на рабочем месте. А это значит, что легкий марафет перед очередным рейсом никто не отменял.